здравствуйте друзья доброе утро мы со светланой движемся в сан-франциско а сегодня пятница и вот с утречка в пятницу мы ну я я наговаривал ответ на такой срочный вопрос нашего зрителя который оказался в непонятной ситуации и он просил срочно а то вот он уже билеты купил обратно возвращаться в новосибирск из этого в северной колонии в шарлотт он приехал недельку там побыл и в общем они растерялись потерялись то что они увидели сначала в нью-йорке а потом в шарлотте их совершенно как-то обескуражило это было не то на что они рассчитывали и как-то вот так получилось что вроде он и нас смотрит давно и и это вот не то на что он рассчитывал и комментарии которые успели уже за это время там набежать а там прилично набежала то есть этот этот сюжет как-то затронул многих я смотрю что вот действительно за два часа там чуть там чуть ли не 800 просмотров и больше 800 значит и вот чтобы что произошло и мы мы со светом решили поговорить на эту тему пока вот по дороге да света интересная тема да значит несколько было комментариев там парочка когда говорят но не может же такого быть реально чтобы взрослые люди ребенок там у них и чтобы они вот так в такую ситуацию попали это может быть тролли какие-то давайте то есть специально там вот и такое пишут ерунду чтобы всех завести и я хочу сказать ребята к сожалению к сожалению не надо быть троллем чтобы оказаться в такой ситуации реально как ты думаешь свет попал на полу народу вот так попадает понимаешь как полно мы получили только одно письмо такого плана на же нету таких писем каждую неделю сказать что полно хорошо верно все таки на 100 тысяч человек наверно один такой это не так много ты знаешь что я тебя я тогда немножко шире возьму я-то все время имею дело с людьми которые работают не 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 на миграционном поприще а вот работающий и уже казалось бы уже нельзя пройти вот там есть какие-то вещи краеугольные камни но никак нельзя и по сто раз повторено и и ведут никак и тем не менее то есть люди наступают на грабли которые казалось бы но уже давно раздавлены катками в асфальт дело в том что мы все закатывали что-то такое слышим и думаю что все сказано люди адекватно это воспринимают нет 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 ни дело не в адекватности а дело в том что всякое слово которое сказано воспринимается разными людьми по-разному не то что кто-то из них там более декоративно слышали смотри они много лет подписчики канал уже много раз говорили на эти темы много раз показывали города где нет людей на улице в городе лосалтас люди сидят в кафешках а так чуть вышел в сторону уже никто не ходит по улице все есть на машине вроде бы это все очевидно мы столько раз об этом говорили показывали даже не вижу людей город машина но ты пойми они были я не знаю сколько они были в нью-йорке может быть один день но но нью-йорк очень населенное место с нью-йорк-то город где у многих и машин то нет они все время вот так в этом смысле понимаешь как есть и уже вывод сделан вот это я хотел сказать по поводу дело в том что этот вопрос даже не столько относится к миграции сколько вообще подходу к жизни человек посмотрел на три копейки и сделал маленькую штучку да и сделал вывод сразу глобальный на всю оставшуюся жизни уже побежал купил билеты больше о чем речь идет это подход к жизни это взгляд на жизнь это отношение к себе своей семье к миру вокруг больше о чем речь идет и когда мы говорим как насколько мы управляем своей судьбой вот настолько и управляем то есть если мы увидели краешек вообще корень кончик салфетки и сказали о том какая-то салфетка будет некрасивая ну вот так человек живет свою жизнь он сам но свет но с другой стороны мы все разные мы по-разному видим и по-разному судим понимаешь поэтому есть люди которые мгновенно как бы у них такая картинка всего возникает а если быть которые капучи и они там разбираются и самое интересное что и те кто капучи и долго сидят разбираются тоже совершенно обязательно накопают что-то такое что их потом не обескуражена но поэтому мы и разговариваем здесь на более такие широкие темы и более высокого уровня такого философского до отношения к жизни если ты осознанно живешь свою жизнь если ты понимаешь что ты видишь три копейки а не миллион то ты и судишь поэтому как о трех копейках понимаешь и это есть элемент осознанности это и на то она и философия да чтобы какое-то мировоззрение формировать это не конкретно вот сюда пошел увидел я здесь жить не могу это вообще взгляд на мир и вообще отношение к делу и к себе и так далее поэтому это это очень важные вещи а как мы заранее знаем вот в принципе очень важно до сохранять все таки не зашоренность какую-то это видишь вот так вот у тебя шоро со всех сторон на глазах и ты то что вижу той 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 и она и есть нужно понимать что это субъективно светит но ты говоришь очень важно не быть зашоренным мы все это понимаем но вопрос чем а как как значит это зашоренный или нет и как вообще управлять собственной зашоренностью инструмент инструментально давать развитие да ребята давайте развиваться давайте двигаться давайте понимать что мы не истинно последняя станции ни один человек и мы в том числе никакая нестина последняя станции многие мнения другой что-то конечно даже при наличии разных мнений все равно выбирает какую-то там равнодействующую многих мнений да такое который ему ближе и она может быть он он слышит то что он слышит и он не слышит то что его кричат вухой не слышит но у него фильтр так так правильно поэтому все разные все живем разную жизнь поэтому этот человек укупил билет он через неделю едет в москву и там не ровно уже сегодня сегодня он уезжает новосибирск и остаться не проживет там будет рад и счастлив что он вернулся это ничего не значит он может аспири осмыслить через полгода и снова поют неважно во всяком случае этот человек живет такую жизнь который его жизнь в силу того что он так вот эти жизни относится и так себя ведет поэтому мы все разные живем разную жизнь это нужно понимать но чем больше мы все-таки думаем да чем больше мы осмыслить не смотрим на то что происходит вокруг нас и понимаем понимаем что мы еще очень многого не знаем и не понимаем даже если этого не надо понимать это должно быть аксиомы вот даже понять это может быть сложно думаешь ну как же я и не понял а ты говоришь себе у меня аксиома вот все что я вижу может быть я вижу не до конца или может быть вообще почти ничего не вижу все с кем я общаюсь могут иметь какие-то достаточно неполные сведения это что это случилось с ними например не знаю что случится со мной то есть это должно быть аксиомой это не нужно понимать это нужно взять заправил нас были страны двух разных полярных типов одни греху я не могу идти искать работы ничего не знаю а другие горели я все я иду искать работы я все знаю и где-то те которые говорят что все знают они совсем ничего не знают как правило они знают на три копейки но вот это уверенно что я все знаю она некоторых смысл даже полезно для первой работы особенно для первой работы сомнения как бы не очень хорошо но когда мы смотрим на жизнь да в ее во всем многообразии проявление и так далее мы все-таки должны как-то более осознанно ты знаешь на меня вот тоже удивило вот в этом письме да вот человек пишет письмо и он давний наш давний наш зритель нашего канала и он описывает свою ситуацию ситуацию и он не сказал свет с какой визой он приехал выиграл ли он грин карту или он собирается подать на политику или он просто вот по туристической визе приехал хотела глядеться да но когда речь о том что он думал что может быть ребенок в школу пойдет явно речь шла о том чтобы подольше задержаться но то есть у меня абсолютно вот выпал этот кусок и на самом деле он очень многое объяснил бы да но вопрос чем человек задает этот вопрос и он не сказал ни слова светик все таки я я хочу сказать что в этом в этом тоже как-то проявляется подход к вопросам к решению вопросов понимаешь я даже не знаю хотя это очень часто бывает очень часто мы скажем на 10 случаев когда у нас на канале человек задает вопрос в котором статус его принципиально важен да скажем есть решение на работу нет решения на работу а где он находится географически и так далее там где-то принципиально важно из 10 вопросов но хорошо если допустим в пяти люди скажут а а еще пяти не скажут ну что я даже не хочу с этим делать но я с и я с сталкиваюсь не по вопросам иммиграционным но вот по школьным нашим послушай мы же ничего не можем сделать мы можем только немножко поговорить на эту тему и надеяться что кто-то услышит некоторые такой взгляд и в этом станет немножко менее зашорен и вот реакция людей которые нас слушают она такая удивление нет как же так могу случиться да неужели неужели это вообще возможно вот так это это общая реакция некоторые пытаются его успокоить говорят ну в конце концов там ну поезжай в чикаго поезжай там бруклин там где-то более такая своя обстановка город он не дед в нью-йорке он наверное особо и не был он прилетел в нью-йорк и пишет так что я в америке уже неделю и дальше он пишет что вот я уже почти неделю в шарлотт поэтому видимо он прилетел в нью-йорк там гляну ну может по улице прошелся может он там день был может быть он гостиницы за ночевал перед тем как поехал в шарлотт я не знаю но он не увидел там людей людей может быть он с кем-то поговорил кто ему что-то сказал я не знаю при том что про нью-йорк написано столько нью-йорке есть блогеров много про нью-йорк громадный объем информации вот на том же форуме говорим про юс да это не то что там село какое-то это не никого там не может найти что люди рассказывают и чикаго то же самое 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 главное друзья надо немножко это самое осознание все это слушать на себя как-то примеряйте понимать что не только ваш личный опыт является критерием а все-таки есть еще какие-то другие миры я больше когда мы приехали на что было такое любопытство кто такие эти американцы что они себя представляют как люди они все-таки вот они внешне как мы но они же какие-то другие и они действительно это познается годами давай давай вернемся памятью в то время когда мы приехали знаете что было бы тоже в нью-йорке оказались неделю первую мы прожили в нью-йорке может быть даже чуть больше чем неделю но поскольку все-таки время другое было не было ни блогеров не интернетов никакой такой информации мы конечно ну явно из-за бугра такого серьезного были у меня вообще субъективно где-то вот было такое ощущение что вот я лечу в самолете и вот это я а потом я прилечу в америку выйду из самолета и это уже буду не совсем я а какой-то такого не у тебя не было но мы когда прилетели вот это выяснилось что мы куда дальше не летим проснулись на следующее утро в мотеле в мотеле да причем неизвестно где это был мотель какой-то где-то недалеко от аэропорта и очень хотелось выйти на улицу с одной стороны а другой стороны было очень страшно какая она эта америка вообще и куда мы попали мы заблудиться боялись нет ни карты ничего и из языка и вот мы проснулись и коротким перебежками сначала там до конца улицы дошли вернулись обратно потом прошли полтора квартала вернулись обратно да это было просто как бы осматривать а что за недвижимость вокруг стоят миклуха маклайп что я там стояли домики я помню с такими этими ажурными такими загородочками нас полисадничками и такие симпатичные домики вполне даже когда мы первый раз магазин попали буржусь к нам лавка была как два моих автомобиля по размеру вот и конечно это был абсолютно такой мир но у нас не было у нас не было знаете чего у нас не отторжение отторжение не было такое любопытно да вот мы со стороны немножко пришли а что это тут происходит вот она наша но наша новая жизнь вот мы в нашу новую жизнь потихонечку входим вот мой первый раз пришли в магазин там потом пришли в другой магазин потом телевизор смотрели потом там смотришь под окном так тихо заводится громадные такие автомобили сейчас таких уже и нету в природе то прям даже не знаю какого размера он на перекрестке они все такие были он на перекрестке чтобы развернуться должен был за ехать немножко на все на все там три улицы этого перекрестка чтобы реально выехать и развернуться в другую сторону громадные корабли таки мы на них смотрели антихий такие были мотор мотор тихо заводил старые машины восьмидесятых в начале 90-х и вот значит я просто к чему говорю что конечно мы тоже хотели по этому нью-йорку и это было что-то такое чужое а это а еще знаете вот там полицейские машины они едут и сиренами такими чужое смысле того что но мы тут не своя но были такой чужой как прикольно приводить было ощущение что мы свои суть я была вообщем этот момент не думали свои чужие мы приехали было ощущение что слава богу что мы приехали вот это было чиние расслабления надо уже добрались добрались да но все таки но все таки понимаешь нет но и конечно смотри мы уезжали это был 22 ноября В Москве в это время шел снег с дождем Я помню, мы в 2 часа ночи улетали Было довольно-таки холодно, около нуля Шел дождь, моросяка И даже снежинки были Снег был, хлопьями падал И в общем погода была не фонтан Еще ночью мы уезжали, соответствующий Тоже такой, когда все-таки солнышко прием И вдруг мы прилетаем в Нью-Йорк И наступает утро То есть я не говорю про этот день накануне, когда мы таможнем проходили Наступает утро Чудный день бабьего лета Бабье лето, эти листья кленовые под ногами шуршат Огромные машины тихонечко едут Это была какая-то жизнь без кино Это не то, что мы к ней относились Это была фантастика просто И мы часть этой жизни Наоборот, у нас было такое ощущение, что мы в сказку попали Но, но Вот это ощущение, что ты свой или ты не свой Или ты чужой Мы, правда, никогда не были за границей До этого Первое Второе, вот я скажу, что даже Но в Чехии, сейчас, в Чехословакии мы не были Но вот теперь мы были в нынешнем Евросоюзе Там, Литва, Латвия, Эстония Вот там мы были Я вас уверяю, что и там не было ощущение, что ты свой Нет, там очень... Там было ощущение, что ты уже там не свой Да А там было ощущение, что ты не свой А чего? Ну нет, у меня в детстве такой ощущение Ну, потому что ты так ты же с Киевом Ильгия была Ильгия была Ильгия не свой Ну, это отдельно Вот, значит, а... И... Я думаю, что вот ему там в Чехии, там, в Праге, видимо, да? Значит, он из аэропорта вышел, уже чувствует там, как родной Если бы он в Праге пожил немножко, поработал, да? Может быть, он бы тогда понял, насколько он там не свой Ты знаешь, я тебе скажу такую вещь Вот мы ездили там несколько лет назад, мы были в Италии, заезжали в Словению туда, да? И вот ощущение от Словении, по сравнению с Италией, да? Да Что ты попал в совок И вот это ощущение у меня не было приятным Ну, значит, нет, ну в чем совок? Вот-вот, как люди выглядят, их выражение лиц, их одежда Они попроще, они одеты попроще Ощущение совка было, когда мы подъезжали к Любляне Со стороны Австрии на машине И мы въезжаем в город, и он весь в этих девятиэтажках Чисто советских, вот как мы вот когда-то жили Вот от этого было ощущение совка Нет, нет, ну люди тоже Вот смотри, в Италии мы были в этом самом Я не знаю, где Ну вот это самый первый город, где мы ночевали оттуда Да, да, ну не важно Вот, нет, это важно А, ты имеешь в виду в Милане? Да Значит, конечно, там люди совершенно по-другому выглядят Совершенно по-другому одеты У них сучат такой выражение лица Это правда Абсолютно Абсолютно И вот, вот, а в Люблянах это было уже, да, тогда совковое немножко Ну, не суть Я не знаю, мне там очень понравилось И люди мне там очень понравились, на самом деле В той же Любляне Но это не важно Это отдельный разговор Мы говорим вот о чем Что, если бы он пожил в Чехии Вот я к чему клонял Он бы, может быть, увидел, что он там далеко не свой Да Потому что, все-таки, это мононациональная страна И тут какие-то понаехавшие И, в общем, совершенно не факт, что им там сильно рады и так далее Так же, как в Германии, так же, как во Франции И тогда мы знаем, что в Европе вот с этим свой-свой-чужой намного сложнее Чем, допустим, в Соединенных Штатах, где приехал и свой Это просто он себя так не почувствовал Ну, в общем, что сказать Давайте мы закончим таким обобщением, что ли Я пожелаю, чтобы те люди, которые нас смотрят Которые, тем более, систематически смотрят Чтобы они как-то не строили себе вот этих картинок, что ли Иллюзий, да Я помню, знаете, много-много лет назад Ну, так, лет почти 20 назад Близко к тому На одном из форумов иммиграционных Там человек написал вопрос такой И он говорит, а вот нет ли такого места, где вот можно И дальше он описывает такую, как бы, жизнь, вот как он сейчас живет Чтобы школы, чтобы в школах по-русски, чтобы в магазинах по-русски Чтобы врачи по-русски, там, и так далее Вот нет ли такого места Потому что там обсуждали Чикаго, там, Майами, Нью-Йорк, там, и так далее Ему парнишка говорит, конечно, есть Говорит, Нижневартовск Вот, поэтому Поэтому не надо искать Нижневартовск в Нью-Йорке Или там Новосибирск в Нью-Йорке Вот, а вот оно такое, как есть Оно само по себе совершенно прекрасно И просто надо быть открытым И знать, зачем ты это делаешь Вот, как только ты будешь знать, зачем Отношение к пути будет совершенно другим Потому что, когда ты не знаешь, зачем Ты смотришь на путь И говоришь Этот путь? Зачем мне этот путь? У меня и так был путь Зачем? А самое главное теряется Зачем? Вот, как тост Выпьем за то Чтобы мы всегда знали Зачем Да, когда идем по какому-то пути Совершенно верно Мудро Мудро Субтитры создавал DimaTorzok